Привет народ ютуба, медиаплеер за 20 баксов. Упаковка практически целая, не повреждена, что не может не радовать. Все таки вдавлено, не знаю это или локтем хотели вдавить, не хотели, вдавили или еще как-то, не знаю. Сейчас посмотрим на внутренности. Android плеер, RAM 4, ROM 32, модель X96 Max. Сделано в Китае 4К. В общем и все, и вся информация. В общем я такое заказывал. О, я думал он все-таки побольше немножко будет. Он тут совсем маленький. Ладно сейчас в сторонке, посмотрим комплектацию. Как он тут вскрывается? Вот так оно вскрывается. Я не помню кнопки заказывал или нет. Ладно, идем дальше. Это у нас блок питания. Он вроде как должен быть 5 ампер, ой, 2 ампера, 5 вольт. Да, 5 вольт, 2 ампера. Так и есть. Хорошо. Дальше кабель, HDMI. Он не очень длинный, но в принципе нормально. Непосредственно пульт управления идет такой. Небольшой кнопки смотрю резиновые. Скорее всего батареек нету, потому что слишком легкий. Да, батареек нету. Тут у нас 2А батарейки. Так, поставил нам 5 звезд. А что я взамен получу? Так, клавиатура. Тут описание. Можно подключить даже к смартфону, телефону к планшету. 300 миллиампер потребления. 3,3 вольта. 5 максимум. До 10 метров пробивает. Можно к компьютеру подключать. Смотрю, тут Windows системы есть. Даже к Linux можно. Дальше смотрим. Какой-то игрушечный. Вот это мне нравится, что тут есть. Тачпад. Кнопки в игры играть. Не знаю, не очень удобно. Маловатый, мне кажется, побольше надо. Функциональные клавиши. Имеется русский язык на клавиатуре, что не может не радовать кнопкам мыши. Ну, в общем, видите, да. Ссылку оставлю в описании. Там можно будет все это дело увидеть. Так, это у нас он-офф и зарядка. Не видно, светодиоды не загорелись. Вот с левой стороны должны быть. Ну да, батареек нету. Ну, и есть этот приемничек, который мы в USB вставим потом. Ну, и две батарейки 3А или аккумуляторы. Хорошо, идем дальше. Сейчас мы книжки посмотрим. Ну, это каким образом подключать к Wi-Fi. Какие имеются порты. Тут тоже вроде как, куда можно подключать и каким образом. В общем, это все интуитивно понятно. 4К поддерживает, но я не буду 4К смотреть. Нет у меня такого телевизора на 4К. Ну, тут опять то же самое. В общем, на английском языке. Здесь на русском особенности. Смотрите, так что не вопрос, ребята, на русском языке. Клавиатура тоже есть на русском. Ну, естественно, Android тоже русский поддерживает. В общем, хорошо. Ладно. Пока в сторонку. Посмотрим на сам блок, который я подумал, что он большего размера. Ну, что симпатично выглядит. В общем, так, если вот это можно лицать, здесь часики должны кикать. Теряет фокус черный цвет. Тут есть у нас и 3 USB, и 2 USB. Пломба. Ну, мы потом позднее откроем как-нибудь. Карты памяти. Ножки резиновые. Можно на стенку мешать. Android плеер 4.32. Ну, 4 рамы и 32 рома. Тут оптика, питание, HDMI, интернет. Ну, через кабель, если у вас Wi-Fi хреновенький. Ави, я думаю, можно аналоговый сигнал, видео подавать там с камеры, допустим. Ну, у некоторых стоит там на входной двери камера, и можно на телевизор выводить. Так, ну что, пошли подключать к телевизору. Так, подключил к телевизору. Вот такая заставка первичная. У меня такое ощущение, что он немножко сдвинут в правую сторону. Так. Ну, таким образом... А, вон оно в чём. Оно получается в сторону сдвинуто. Так, ладно, нам нужен русский язык. Давайте. Или здесь, Android, ниже. Вот они, настройки. Вот он язык. Таким образом. Всё, теперь видим. Вот тут вот, в правом углу нажмите, чтобы выполнить поиск. Ну, и файлы смотрю тоже на русском. Файлов нету. Не, ну сдвинуто, да. Надо отрегулировать. Буква Z загрузки слева вверху. После того, как мы выбрали язык, нужно нам подключиться к сети. Можно и отсюда, но можно тут уже вот есть настройка сети. Чтобы тоже не искать. Доступный вот это мой круизёр. Так, тут есть цифры, но нет букв. Поэтому шрифт сразу на русском. Надо поменять язык. В общем, здесь я сделаю паузу. Подключились к сети. К сети подключились. И сразу время, возможно, вам не очень видно, но время выставилось такое, такое оно и есть. Ну, остальное, я думаю, особо не напрягает. Это как в любом телефоне. В любом смартфоне. Медиа-центр, то есть можно свой файл-менеджер создать. Сразу вижу, апгрейд идёт к программному обеспечению. Тут, походу, надо все проверить. Так же, как прошивка была некоторое время назад. И установленные программы тоже самое. Ну вот, надо создать аккаунт. Или войти в него. Иначе Google не будет работать. Можем проверить информацию об устройстве. Версия у меня V3.1.1 модель. Версия 8.1.0. Обновление системы 5 июня 2018 года. В общем, мы и настроили. Можно в таком формате. Может, так удобнее будет. Посмотрим. Ну вот и пошло уже. В общем, работает. Я особо показывать не буду. По той причине, что... Через 6 дней после того, как было сделано... Google, сами понимаете, ведёт себя не совсем хорошо. Не хочет уделиться. Качество не очень надо искать. Нормальные каналы. В общем, на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Будут вопросы, спрашивайте. Смогу, отвечу. В следующем видео мы попробуем настроить его более-менее под себя. Если есть, конечно, вопросы. А пока буду прощаться. Спасибо всем за просмотр. И до новых видео. Всем пока.